Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Успешное для немцев февральское сражение в Агустовских лесах, закончившееся гибелью 20-го русского корпуса, осталось не более чем тактическим успехом. В Галиции удача по-прежнему сопутствовала русским полкам. 22 марта, после трёхмесячной блокады, на милость победителя сдалась первоклассная австрийская крепость Перемышль. Это была первая по-настоящему крупная победа стран Антанты. Трофеями русских стали 900 орудий. В плен сдались 9 генералов, 2,5 тысячи офицеров и 120 тысяч солдат. Взятие Перемышля было последним успехом русских войск перед целой вереницей тяжелейших испытаний, вошедших в летопись мировой войны под именем Великого Отступления. Возглавляемое Великим Князем Николаем Николаевичем, ставка Верховного Главнокомандования неустанно требовала от генерала Иванова и его Юго-Западного фронта бросить в бой высвободившиеся из-под перемышля резервы и, форсировав Карпатские перевалы, выйти на Венгерскую равнину. Силы для преодоления перевалов у русских еще были. В начале апреля 8-я армия генерала Брусилова овладела перевалами на Бескинском хребте, но правее Брусиловской армии, на участке 3-й армии, назревала катастрофа. Вот как пишет об этом Алексей Алексеевич Брусилов. Из воспоминаний генерала от инфантерии Брусилова. Так как, невзирая на требования командующего 3-й армией, подкрепления не посылались, а у него резерва не было, то нетрудно было предвидеть, что его разобьют, и моя армия, спустившись в Венгерскую равнину, без огнестрельных припасов, должна будет или положить оружие, или погибнуть. Поэтому я только делал вид, что хочу перейти Карпаты. Я не стал добиваться дальнейших успехов на моем фронте, наблюдая лишь за тем, чтобы держаться на своих местах с, возможно, меньшими потерями. То, что именно Восточный фронт в кампании 1915 года германцы считали главным, косвенно подтверждает и тот факт, что именно на русском фронте впервые были применены удушливые газы. 31 января в Польше на участке 9-й немецкой армии была осуществлена атака химическими снарядами, а 2 мая по старому стилю там же был осуществлен пуск газов из баллонов высокого давления, получившая благодаря своему откровенному варварству мировую известность знаменитая газовая атака под Ипром произошла 22 апреля того же 15-го года, но по григорианскому календарю. Трагическое пальма первенства в таком вопросе никак не относится к категории национального престижа, но и забвение вызывает нехороший осадок, вроде того, что использование газов против русских европейское общественное мнение варварством не посчитало. Для прорыва под Горлицей, так будет названа эта крупнейшая операция центральных держав на Восточном фронте, была сформирована новая 11-я немецкая армия генерала фон Маккензена. В режиме строжайшей секретности Западного фронта под Горлицу были переброшены 4 наиболее эффективных германских корпуса, включая элитный корпус Императорской гвардии. Впервые на русском фронте готовились принять участие в деле не просто тяжелые, но и сверхтяжелые пушки, прежде применявшиеся только в качестве осадных орудий. Только перед позициями 10-го русского корпуса, где и намечался прорыв, немцами было сосредоточено 50 тяжелых батарей, не считая сотен обычных полевых орудий. Между тем, на всем участке, стоявшей под немецким ударом 3-й русской армии, было только 4 тяжелых пушки на 200 километрах фронта. Удивительную эффективность в эти дни продемонстрировала британская разведка. 28 марта в русскую ставку поступила шифрованная телеграмма английского военного министра Лорда Китченера, предупреждавшая русское командование о готовящемся к германскому прорыве в районе Тарного горлица. Горацио Герберт Китченер. Годы жизни. 1850-1916. Английский фельдмаршал. Участник франко-прусской войны в качестве добровольца в составе французской луарской армии. Участник ряда колониальных войн. С августа 1914 года стат секретарь по военным вопросам. Организатор успешной мобилизационной программы на основе добровольного призыва. Организатор мобилизации частной промышленности с урезанием прибыли владельцев. Летом 16-го года по личному приглашению Николая Второго отплыл в Россию на броненосном крейсере Хемпшир для обсуждения проблем, связанных со снабжением русской армии. 5 июня близ Аркнейских островов крейсер подорвался на мине, выставленной германской подлодкой Ю-75 и затонул со всем экипажем. Фельдмаршал Китченер стал самым высокопоставленным военным руководителем, погибшим в ходе Первой мировой войны. Интересно то, что английское командование сообщило точное место прорыва, хотя оно еще не было согласовано с ближайшими союзниками, австрийцами, на участке которых должна была осуществиться операция по прорыву русского фронта. К сожалению, Верховный Главнокомандующий, Великий Князь Николай Николаевич, проигнорировал и своевременное предупреждение Китченера и сообщения русской войсковой разведки, поступившие по мере появления на исходных позициях переброшенных с Западного фронта германских ударных соединений. Командующий Третьей армией генерал от инфантерии Радко Дмитриев, на участке которого готовился германский прорыв, правильно оценил обстановку и предложил единственно верный выход – своевременный отвод и перегруппировку войск. Радко Дмитриев, Радко Дмитриевич, настоящее имя и фамилия Радко Руссков Дмитриев, годы жизни 1858-1918, российский генерал от инфантерии, болгарин, с 1876 года участвовал в национально-освободительном движении, во время русско-турецкой войны зачислен в состав русской лейб-гвардии Уланского полка, по окончании войны служил в болгарской армии, участвовал в ряде выступлений прорусски настроенного офицерства против германских династий, посаженных на болгарский престол, прозападно-настроенной болгарской интеллигенцией. Участник двух балканских войн с августа 1914-го принял российское гражданство и перешел в русскую службу с чином генерал-лейтенанта. За отличие в Галицийской битве награжден орденом Святого Георгия Третьего класса. В укор русским генералам, участникам военного заговора, ложно именуемого Февральской революцией, болгарин Радко Дмитриев остался вверен присяге русскому императору, за что временным правительством и был отстранен от командования. В 1918 году он был зверски замучен большевиками в Пятигорске. 2 мая, после жесточайшей артиллерийской подготовки, которая велась непрерывно в течение двух суток, германо-австрийские части перешли в решительное наступление. Сопротивление русских полков, опиравшихся на весьма среднем подготовленные позиции, было героическим. Но даже в живой силе противник имел как минимум двукратное превосходство. На участке попавших под удар корпусов Радко Дмитриева оно было трехкратным. Не считая полного отсутствия у русских артиллерий тяжелого и сверхтяжелого калибров, имелся пятикратный перевес в полевой артиллерии. Если добавить к этому русский снарядный голод и немецкое снарядное изобилие, то перевес можно считать не менее чем пятидесятикратным. Такого огневого превосходства не имела даже советская артиллерия в последний год Отечественной войны. Непрерывный огонь германских пушек превращал русские окопы в сплошное месиво. И тем не менее, когда немецкие цепи поднимались, чтобы идти вперед, их встречал кинжальный огонь русских пулеметов. Здесь, под горлицей, русские солдаты и офицеры буквально в считанные часы впервые выработали тактику ведения боя боевыми группами. Тактика ведения боя штурмовыми группами на Западном фронте будет выработана только к исходу 1917 года в боях под Камбре. И в наступлении, и в обороне. Ее будут применять и наши союзники, и немецкие солдаты. Применяется эта тактика и в современных войнах. Будь то Афганистан или Чечня, Вьетнам или Ирак. Но честь ее изобретения навсегда останется заодетыми в защитные гимнастерки неизвестными солдатами и офицерами армии последнего русского царя Николая Александровича. Здесь важно отметить творческий порыв русского человека, воюющего не по шаблону, но по наитию, помноженному на знание военного ремесла. Существует черная легенда, согласно которой русское командование в эпоху Великой войны не жалело солдатских жизней, топя германское превосходство в крови русского солдата. Во всяком случае, так писали коммунистические историографы. Но именно коммунистические полководцы безжалостно бросали цепи русских солдат на почти не подавленные немецкие огневые точки. Ни царским генералам, ни выходцам из древних аристократических родов, но красному маршалу, родившемуся в небогатой крестьянской семье, принадлежит страшная фраза о том, что взамен бездарно уложенных на неснятых немецких минных полях бабы других нарожают. Командующего 3-й армии Радко Дмитриева принято обвинять в неэффективном маневрировании, в стремлении любой ценой заткнуть вновь и вновь пробиваемую брешь. Существует устойчивая легенда, согласно которой наши западные союзники берегли бесценные жизни своих соотечественников, одетых в голубые или оливковые солдатские шинели. В русском обществе того времени ходила поговорка, что, дескать, англичане готовы вести войну до последнего русского солдата. Претензии русского общества к союзникам имели весьма веские основания. Действительно, в то время, когда русское командование, выражаясь спортивными терминами, играло в интересах команды, добиваясь общей победы над общим врагом, наши союзники едва ли не больше, чем возможной немецкой победы, боялись участия России в послевоенном параде победителей. Забегая вперед, скажем, что не германский генеральный штаб, но именно англичане, и в частности, английский посол в Петербурге Бьюкинин, в победном 1916 году были главными вдохновителями и спонсорами военного переворота по недоразумению, называемого Февральской революцией. Но надо отдать должное нашим союзникам. К победе над германской коалицией они шли целенаправленно, не жалея на это не только денег, но и крови. В глазах современного русского человека неторопливые, всемерно щадящие кровь собственных солдат англо-американские методы ведения войны, столь характерные для второй всеевропейской бойни, невольно переносятся и на Первую войну, реалистичный рассказ о которой не умещался прокрустого ложа коммунистической идеологии. Царских генералов принято обвинять, если не в бездарности, что, как мы видим при ближайшем рассмотрении, оказывается не слишком близко к правде, то в преступном небрежении к пролитию крови собственных солдат. Но какой же ценой платили наши союзники за свои микроскопические победы, исчислявшиеся несколькими километрами отбитой у врага французской или бельгийской земли? Цену наши союзники платили немалую. Пушек любых калибров у них было ничуть не меньше, а то и больше, чем у германцев. О снарядном голоде они не слыхали даже в самом кошмарном сне. И тем не менее. В 1915 году британские безвозвратные потери составили 268 тысяч против 110 тысяч немцев. В 1916 году 600 тысяч против 297 тысяч. В 1917 году 760 тысяч против 448 тысяч. И только в 1918 году при монопольном обладании такой грозной силой, как танки, 806 тысяч англичан против 825 тысяч германцев. Таким образом, на протяжении всей войны, кроме 1918 года, когда техническое превосходство союзников сделалось поистине тотальным, английское командование тратило на одного выведенного из строя немца «Две с половиной человеческих жизни». Горолицкий прорыв был единственным эпизодом Великой войны, когда на одного убитого немца приходилось два русских солдата. Но у русского командования буквально не было иного военного инструмента, кроме живой силы. Превосходство противника в огневой мощи и даже полное отсутствие тяжелой артиллерии русские артиллеристы могли компенсировать мастерством стрельбы и маневра, но ничто не могло компенсировать тотальную нехватку боеприпасов. Боеприпасов, которые, как мы уже подсчитывали, имелись в достатке в тылу и отсутствовали именно там, где они определяли границу между жизнью и смертью, между победой и поражением. Под непрерывный рев немецких орудий русские войска были буквально выдавлены из Галиции. И тем не менее, при наличии тотального технического превосходства у германского командования так и не получилось то, на что оно рассчитывало. Русский фронт так и не был прорван. Котел в августовских лесах, в котором погиб 20-й корпус, был последним случаем, когда германскому командованию удалось успешно применить шлифеновские клещи. Фельдмаршал Людендорф впоследствии писал, «Фронтальное оттеснение русских в Галиции, как бы оно ни было для них чувствительно, не имело решающего значения для войны. К тому же в этих фронтальных боях наши потери тоже являлись немаловажными». Как ни парадоксально, но сражаясь на Восточном фронте с русской армией, испытавшей острый недостаток во всех видах вооружений, германцы несли и в абсолютном, и в процентном исчислении большие потери, нежели во Фландрии и в Шампании. И вовсе не потому, что наши союзники зарывались в глубокие окопы, лениво выжидали, пока немецкая и русская армии взаимно истекут кровью. Высокий уровень кровавых потерь британских и французских войск говорит равно и о великолепных качествах немецкого солдата, и о высоком боевом духе наших союзников по Антанте. Но решительно нет ни одного повода обвинять русских генералов ни в бездарности, ни в противоестественном желании решать боевые задачи, не считаясь с кровью собственных солдат. «Великое отступление» Под таким именем вошел военную летопись России «Стратегический отход русских армий из Галиции и Польши» проходило под постоянными ударами германо-австрийских войск. В течение лета 1915 года, вслед за горлицким прорывом, последовали жестокие бои в Польше на реке Нарев и на Риго-Шавельском направлении в Прибалтике. Русская армия отступала по всему фронту, но это не было бегством. Это был вынужденный, но планомерно-стратегический отход из географически обусловленного польского мешка. Вслед за отступающей армией потянулись на восток бесчисленные вереницы беженцев. Смысла в этой спонтанной эвакуации не было. Несмотря на определенные атовизмы Средневековья, Вторая империя кайзера Вильгельма, в отличие от печально памятного Третьего рейха, была государством с человеческим лицом. Не менее трех миллионов человек покинули родные дома, не желая оставаться на оккупированных немцами территориях. Забитые военными эшелонами железной дороги были бессильны помочь несчастным. И бесчетные вереницы их тянулись по разоренной войной Польши в перемешку с маршевыми ротами и военными обозами. Для России в 20-м столетии это была первая гуманитарная катастрофа. Первая в нескончаемой череде бедствий, которыми в этот злосчастный век была так богата ее история. Следует отметить, что в потоке стихийных беженцев была и организованная струя. Имелось не совсем вразумительное решение о выселении еврейского населения из прифронтовой полосы. Вызвано это было активным сотрудничеством польских евреев с немецкой разведкой. Явление носило массовый характер. Это был объективный факт, подтвержденный русской контрразведкой. И надо понимать, что отнюдь нежелание обрести себе нового императора двигало этими людьми. Нелепо было бы требовать от них патриотизма русского. Но еще нелепей видеть в этом проявление симпатии к государству германскому. Между тем, на одних деньгах разведывательные сети не создаются никогда. И кембриджская пятерка, и красная капелла, и семья Розенберг – это не деньги, но именно симпатии к идее. Следовательно, в этом явлении можно предположить действия третьей силы, заинтересованной в разрушении русского государства, но и не испытывающей особой любви к империи Вильгельма II. В качестве лидера такой силы можно предположить уже известного нам якобы Шифа, давно и основательно занимавшегося финансированием антирусской деятельности. В отличие от мифических немцев-шпионов из окружения императрицы, мифологических фигур, порожденных, зачастую сознательно порожденных буржуазно-либеральной прессой, антирусская деятельность, связанная с якобы Шифом людей, была печальной реальностью той трагической эпохи. В конце концов, и русская пресса того времени, перед лицом нашествия опасного внешнего врага, сознательно занимавшаяся антигосударственной, разрушающей единое сознание народа деятельностью, вроде распространения всей той же легенды об императрице-шпионке, эта пресса издавалась людьми, тесно связанными с этим зловещим иностранным спонсором. Все это бесконечно осложняло русскому командованию и без того непростую войну на Восточном фронте. Великое отступление было трагедией, но оно не переросло в позор и катастрофу. Даже в абсолютном исчислении немцы имели на русском фронте двукратное превосходство в полевой артиллерии и 30-40-кратное в полевых тяжелых орудиях. Но если вспомнить о дневной норме в 5-10 выстрелов на орудие, то можно говорить о полном отсутствии русской артиллерии на поле боя. И ни одной окруженной русской дивизии. Когда же в сентябре, на исходе летнего наступления, прорвав русский фронт в Западной Белоруссии под Свинтянами, Гинденбург бросил в образовавшуюся брешь значительные массы кавалерии, золингеновская сталь немецких клинков скрестилась со златоустовской сталью русских сабель и имевшая численное преимущество германская кавалерия бежала. В летних боях 15-го года русская армия понесла жестокие потери, но сохранила боеспособность. Блестящий замысел уничтожить русскую военную силу, заперев ее в польский мешок, закончилась для германского командования полной неудачей. Начальник полевого генерального штаба генерал пехоты фон Фалькенгайн в мемуарах признал, что наступательные операции второго лета войны не достигли своей цели. Командовавший на востоке фон Гинденбург в своих воспоминаниях был конкретнее. Операция на востоке, несмотря на прекрасное проведение Наревского удара, не привела к уничтожению противника. Русские, как и можно было ожидать, вырвались из клещей и добились фронтального отхода в желательном направлении. Фельдмаршал Пауль фон Гинденбург. Там, где у противника не было тотального технического превосходства, он неизбежно терпел поражение даже в трудном для России 1915 году. Достаточно вспомнить блестящую победу Николая Николаевича Еденича под царой Камышем. 90-тысячная третья турецкая армия генерал-лейтенанта Гасана Эзет Паши понесла безвозвратные потери в 70 тысяч. Только насмерть замерзшими турки потеряли 30 тысяч человек. Тогда как общие потери русской кавказской армии составили 20 тысяч. Кто-то может сказать, что на Южном Кавказе России противостояла малобоеспособная турецкая армия. Но малая боеспособность турок это всего-навсего очередная мифологема, каковыми так богато 20-е столетие. Обеспокоенный успехами русского оружия на Кавказском фронте в начале января 1915 года, англичане уведомили Россию в том, что Англия окажет помощь русской кавказской армии, нанеся морскими силами удар по Константинополю, как даже на официальном языке тогдашней дипломатии все еще именовался турецкий Стамбул. Автором идеи выступил морской министр сэр Уинстон Черчилль. Удар наносился по Турции. Но целью его было недопущение русских военных кораблей к свободному плаванию в Средиземном море на кратчайших коммуникациях, связывавших Британию с нефтеносным Ближним Востоком, Индии и другими британскими колониальными владениями в бассейне Индийского океана. Есть мнение, что каждый политик является автором одной политической песни, которую он на разные лады исполняет в течение всей своей карьеры. Что касается великого Черчилля, то если вспомнить его буквально маниакальное желание открыть второй фронт не в Нормандии, но именно на Балканах, то, похоже, так оно и есть. В 1943 году говорилось о недопустимости проникновения коммунизма на Балканы. Этот тезис Черчилля можно было бы принять всерьез, если бы не одно обстоятельство. В 1915 году Российская империя была христианским монархическим государством, а эффективно бороться с коммунистической заразой в том году можно было разве только в Швейцарии, где тогда скрывался весь генофонд будущих палачей России. Колоссальная англо-французская операция против Константинополя увязла там же, где в феврале и началась, в горле Дарданельского пролива, на Галлиполийском полуострове. Начав в апреле с высадки на Галлиполе 80-тысячной десантной армии генерала Гамильтона, союзники в течение 15-го года пропустили в Галлиполийскую мясорубку более полумиллиона солдат, в том числе австралийцев и новозеландцев. Общие потери с обеих сторон достигли 332 тысяч. В январе 16-го года десантная операция закончилась бесславной эвакуацией союзных войск. Новозеландцы и австралийцы, англичане и французы. Они сражались и доблестно и умело. Техническое превосходство также было на их стороне. Господство союзного флота в Средиземном море было абсолютным и подвоз, соответственно, бесперебойным. Вот только турки, только что наголову разбитые блистательным Николаем Еденичем, разбитые в нечеловеческих условиях горной зимы, разбитые не горными егерями, но простой русской линейной пехотой, турки оказались противником и отважным, и отнюдь небестолковым. В конце летней кампании 15-го года ввиду трагических неудач в Калиции и Польше император сместил великого князя Николая Николаевича с поста верховного главнокомандующего и отправил его на Кавказ против все тех же турок, впрочем, оставив реальное командование в победоносных руках Еденича. В год великих военных неудач всю тяжесть и ответственность верховного командования государь благоволил возложить на себя. На стратегическом уровне военное искусство состоит в сохранении трех важнейших составляющих. Во-первых, в защите военных производств, обеспечивающих войска оружием, снаряжением и техникой. Во-вторых, в удержании значимых транспортных узлов, запирающих движение пожизненно важным грузовым артериям, позволяющим эту технику, вооружение и боеприпасы доставить в район боевых действий. Но третьим и главнейшим является уничтожение живой силы врага при максимальном сохранении жизни собственных солдат и офицеров. Летом 1915 года, оставляя Польшу, Россия теряла незначительное количество пахотных земель и ряд предприятий легкой промышленности, утрата которых почти не сказалась на вещевом снабжении действующей армии. Заводов и арсеналов, производящих вооружение и технику на территории царства польского, не было вовсе. Верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич допустил единственную, но весьма существенную ошибку. Ошибку, которую он повторял под каждым немецким ударом, которые в кампанию 15-го года следовали один за другим. Не имея тяжелой артиллерии и испытывая острую нужду во всех видах огнеприпасов, он жертвовал войсками ради удержания земли, безжалостно перепаханной немецкими снарядами. 23 августа 1915 года великий князь был отстранен от верховного командования и переведен на Кавказ. Время верховной военной власти императору было угодно возложить на себя. С 1992 года Россия живет в открытом информационном пространстве, где, во всяком случае, в области книгопечатания единственным реальным ограничением служит не цензура, но потребные для полиграфического производства деньги. Написанная разрушителями России история нашего Отечества сегодня пересматривается и корректируется по книгам тех, кто Россию любил. Впрочем, иногда и любовь застит глаза, заставляя сдабривать хлеб познания прогорклом маслом устоявшихся исторических мифов. Восстанавливая правду о последней войне Российской империи, никак нельзя пройти мимо вороха литературных штампов и псевдоисторических мифологем, окружающих имя ее последнего верховного главнокомандующего, императора Николая Александровича. Император Николай II был и по сей день остается одной из самых оболганных фигур русской истории. Чернушные мифы, словно грибы после теплого дождика, обильно всходили уже при его жизни. Добрейший из русских правителей за всю тысячелетнюю письменную историю России, он стараниями отечественной интеллигенции стал Николаем Кровавым именно за то, что пытался противостоять захлестнувшей страну волне кровавого революционного террора и насилия. Когда террористы-революционеры взяли власть в свои руки, первым делом они пустили под нож так искренне клеветавшую на своего царя русскую интеллигенцию. К счастью, усилиями Солженицына и Солоухина миф о кровавом царе и добрых революционерах в приличных русских семьях сегодня даже не обсуждается. Тем не менее, хулана последнего русского царя по сию пору является общим местом историко-публицистических исследований, посвященных его эпохе, и в частности, Первой мировой войны, как самому крупному и драматическому военному эпизоду русской истории начала 20-го столетия. Вот две книги, вышедшие в свет как минимум с 30-летним промежутком. Знаменитая 1 августа 14-го на непокойного Николая Николаевича Яковлева, написанная по личному указанию Андропова, кстати, на основании документов и соответствующих архивов, в котором автор был впервые допущен по распоряжению главы самой секретной службы Советского государства. И работа современного автора Алексея Шишова «Голгофа Российской империи». Обе книги написаны людьми, несомненно, любящими Россию. Работа Яковлева в свое время вообще была уникальным явлением. Впервые на ее страницах вместо чепухи о голодном бунте и стихийной февральской революции прозвучала тема масонского заговора, приведшего к военному перевороту и погубившему русское государство. Более того, это был едва ли не панигирик доблести и славе русского оружия. Впервые участие России в Великой войне представлялось вовсе не цепочкой бездарных неудач, смыть след которых была прямо-таки обязана большевистская Октябрьская революция, но трудным, поступательным путем к победе, которую из рук русского солдата вырвали даже не революционеры, но жаждавшие власти русские же либералы. Заметим, что реабилитация русской истории и в частности русской военной истории, на которую пошел Сталин в годы Второй мировой войны, когда сапог немецкого солдата вернулся на русскую землю, на Первую мировую войну не распространялось. Можно было говорить о давнем, о Суворове и Ушакове, о Петре Первом и о славном 12-м годе. Даже о нелюбимом коммунистами Скобелеве можно было упомянуть в соответствующем фильме. Даже японская война получила достойное отображение в сталинской художественной литературе, когда в дополнение к более чем тенденциозной цусиме пришли великолепный Степановский порт Артур и Семеновская на сопках Манчжурии. Можно было даже открыто носить солдатские георгиевские кресты, едва ли не из царских рук на полях Великой войны полученные. Но вот добрых слов в адрес русских солдат, офицеров и генералов доблестно в пекле этой войны сражавшихся по-прежнему не находилось. Казалось бы, после череды крупнейших военных катастроф лета 41-го года, когда зародившийся под Варшавой и Парижем миф о непобедимости, это забвение не было некой случайностью. Это было торжество политической идеологии над исторической реальностью. Сталин не мог поступить иначе. Без черной полосы, в которую надо было превратить русскую историю, предшествовавшую Октябрьскому перевороту, кто бы разглядел светлое пятно большевистской революции. В реальности же, если Россия не стояла на пороге неминуемого поражения, если трудности, которые она переживала, носили, по большей части характер скорее эмоциональный, нежели материальный, то волей-неволей вместо сказки о голодном народном бунте, которая прекрасно вписывается в марксистский догмат, о низах, которые не желают жить по-старому, и о верхах, которые по-старому управлять уже не могут, всплывает история масонского заговора при активном, хотя и тщательно законспирированном участии Александра Федоровича Керенского, буквально передавшего власть Ульянову Ленину и Бронштейну Троцкому, и другим товарищам, срочно приехавшим ради этого из уютной Швейцарии и процветающей Америки. Разрушалась вся система марксистской историографии, и, следовательно, рушился весь идеологический фундамент, на котором было возведено все здание советской государственной идеологии. Пойти на это Сталин не мог, ни при каких обстоятельствах, хотя, конечно, аналогия и историческая преемственность были столь очевидны. Но вот советская власть сама ушла в аналу истории, и наступило время серьезного пересмотра написанных по заказу агитпропа исторических сказок. К сожалению, в смутное переходное время возвращать народу плотно погребенную под сказочными наслоениями историческую правду, взялись дети сказочников, люди, в прямом смысле этого слова, генетически связанные с идеологическим наследием рухнувшего режима. Их взгляд на русскую историю как таковую, и уж тем более на последнего русского монарха, не стоит даже и комментировать. В таких случаях говорят, что Бог метит определенный тип людей. Интересно другое, а именно то, что зачастую заведомо нестрадающие русофобией, более того, любящие свою страну, вовсе не поверхностно образованные, но глубоко погруженные в исторический материал люди, когда речь заходит о личности последнего русского царя, продолжают заунывное исполнение старой песни о главном, о его неспособности управлять великим государством, что как следствие привело империю к военной катастрофе и к трагической гибели в предательском огне так называемых революций. Сегодня, слава Богу, никому не надо доказывать, что величайшие темпы экономического роста не могут быть следствием управленческих ошибок. Вряд ли нужно комментировать и то, что 60-ти процентный прирост населения случился вовсе не от ухудшения условий жизни народа. Но вот застарелый миф о военном поражении империи продолжает здравствовать. И если было поражение, то виноват в нем, конечно, верховный главнокомандующий. Для большинства советских, а равно и выросших на коммунистических дрожжах историков постсоветского периода, даже патриотично настроенных и не страдающих русофобией, любимым эпитетом, используемым в качестве характеристики последнего русского царя как военного руководителя, по-прежнему используется слово «ничтожество». К чести наших пишущих современников надо сказать, что от себя они ничего по сути не изобрели, но оснастили свои фильмы и книги цитатами из мемуарных писаний современников, деятелей общественных и военных. Занимаясь историей 20-го столетия, исследователю не приходится склеивать расколотые глиняные таблицы. Ему не надо погружаться в мир загадочных иероглифов. В его руках не только скучные бумаги государственных архивов, но и живые, написанные хорошим литературным языком, воспоминания современников. Казалось бы, что может быть точнее? Может быть, их суждения не лишены основания? Между тем, именно воспоминания современников, именно мемуарная литература, на которой, как правило, и основываются эмоциональные оценки историков и билетристов, является самым недостоверным из всех возможных источников. Восточная мудрость гласит, что, подобно тому, как кинжал имеет два лезвия, чтобы отнимать и чтобы защищать добытое, язык имеет две стороны. Чтобы говорить правду и чтобы надежно скрывать истину. Мемуары разного рода Родзянок и Мельгуновых, Шульгиных и Рубинштейнов, Деникиных и Красновых – это записки людей, напрямую причастных к великой национальной катастрофе. Многие из них в той или иной степени участвовали в военном перевороте, который сперва открыл дорогу у чехарде власти, а потом, как следствие, и красному террору. Поэтому историк, читающий их строки, должен буквально быть расследующим особо важное преступление прокурором, перед которым лежат вовсе не показания ни в чем не повинных свидетелей, но письменная версия соучастников кровавого деяния. Для того, чтобы отделить правду от вымысла и попытаться составить более-менее объективное мнение, стоит пересмотреть хорошо знакомые исторические клише, вчитываясь в них, как в странице полицейского протокола. И начнем мы с простейшего. Едва ли не главным аргументом, на котором базируется утверждение о военной некомпетентности императора, являются скромные погоны полковника, каковые он сохранял даже в бытность верховным главнокомандующим. Злобствуют по этому поводу и мемуаристы-эмигранты, а во след им и наши современники. Правда, есть одна существенная ошибка. 18 декабря 1915 года Всероссийский император Николай Александрович британским королем Георгом V был возведен в чин фельдмаршала английской службы. Личная скромность ни в кои веки не являлась признаком невеликого ума. Об утрате ума скорее говорит ее отсутствие, как это наблюдалось в эпоху маршала Советского Союза Леонида Ильича Брежнева, каковой ни дня не командовав, ни дивизии, ни даже полком, вслед за маршальской звездой удосужился возложить на себя даже усыпанный бриллиантами высший полководческий орден победы. В монархическом государстве, каковым и была Российская империя, именно монарх является источником всех чинов, орденских знаков и почетных званий. В силу этого он изначально стоит выше любых регалий, как бы вожделенные они не были для многих его подданных. Склоняя на разные лады полковничьей погоны императора, эти люди забывают, что верховный главнокомандующий вооруженными силами Советского Союза в войне против гитлеровской Германии Иосиф Виссарионович Сталин добрую половину войны проходил в скромном полувоенном френче, лишенном каких бы то ни было знаков различия. А его главный оппонент Адольф Гитлер, будучи, кстати, не ефрейтором, а подполковником рейсфера в запасе, и вовсе военной формы не носил, и орденов на себя не возлагал, даже после громких побед в польской и французской кампаниях, и довольствовался железным крестом, каково еще в Первую мировую в чине ефрейтора заслужил в баварских частях армии императора Вильгельма. Любивший лично командовать своими полками шведский король Карл XII воинских отличий также не имел, и даже под Полтавой фигурировал в синем кафтане вполне цивильного вида. В свою очередь его царственный противник под Азовом состоял в чине бомбардира, то есть артиллерийского ефрейтора, а под второй нарвой официально числился аж командиром бомбардирской роты, то есть не более чем капитаном. Да и Наполеон Бонапарт, будучи республиканским генералом, взойдя на трон, щедро раздавая маршальские жезлы, в маршала себя не производил и вошел в историю облаченным в серый походный редингот, без знаков отличия. Полковничьи погоны императора относятся к той же категории причуд, каковы и характерны для не самых глупых венциносцев во всех народах и во все времена. Гусиное же шипение мемуаристов, упивающихся безопасной возможностью именовать свергнутого царя полковником, с точки зрения психологии личности, свидетельствует скорее о низкой духовной организации мемуаристов и даже о неизжитом комплексе лакея, который никак в толк не возьмет, отчего барин за каждым ужином не пьет шампанского. За 24 года своего царствования только единожды последний русский царь благоволил возложить на себя русский орденский знак, когда 25 октября 1915 года Георгиевской думой Юго-Западного фронта был представлен к ордену Святого Георгия 4 степени за личное пребывание в зоне обстрела на передовых позициях. Это тоже характерно. Кто в 20 веке видел главу государства среди солдат в передовом окопе? Ни Рузвельт, ни Черчилль, ни Вильгельм, ни Франц Вилосиф этим не грешили. Кто видел Гитлера вне прочных стен Большанца, Берхоффа или на ходу конец Винницкого или Берлинского бункера? И можно ли было узреть руководящего войной Сталина вне стену кремлевского обычного или кремлевского же, но подземного кабинета? Впрочем, главное качество Верховного командующего состоит вовсе не в личном мужестве. Главное качество командующего заключается в умении подбирать кадры. По этому поводу особенно любили изгаляться мемуаристы-политиканы, особенно из числа бывших членов Государственной Думы. Иногда их писанием вторят и записки вполне уважаемых военных, мемуары которых современные историки-билетристы дословно повторяют или попросту цитируют, даже не удосужившись подвергнуть цитируемое логическому анализу. Вот как пишет о вступлении императора Верховного командования его же собственной армией такой известный человек, как генерал Деникин. Антон Иванович Деникин. Сын крепостного, дослужившегося из солдат, дочина майора корпуса пограничной стражи, генерал-лейтенант, участник русско-японской и мировой войн. Подозрительно скорую карьеру начальник штаба Верховного Главнокомандующего сделал в 1917 году при генерале Алексееве после февральского военного переворота. Этот значительный по существу акт не произвел большого впечатления. Генералитет и офицерство отдавали себе ясный отчет в том, что личное участие государя в командовании будет лишь внешнее, а потому всех интересовал более вопрос, кто будет начальником штаба. Назначение генерала Алексеева успокоило офицерство. Что касается солдатской массы, то для нее царь и раньше был верховным вождем армии. Деникин. Очерки русской смуты. Невольно возникает ощущение, что почтенный вождь белого движения к старости страдал раздвоением личности. Главное требование к верховному вождю заключается именно в умении правильно подбирать кадры. Кадровый выбор государя он протестовать не может, поскольку Алексеев тоже, кстати, как и сам Деникин, крестьянский сын, действительно и заслуженно считался самым компетентным штабным руководителем. Удачные кадровые назначения, в том числе последнего русского царя вовсе не были исключением из правил. В 40 лет герой порт-артурской обороны капитан 1-го ранга Николай Оттович фон Эссен становится командующим морскими силами на Балтике, а капитан 1-го ранга Александр Васильевич Колчак в 42 года принимает командование над Черноморским флотом. Блестяще складывается военная карьера победоносных Алексея Брусилова и Николая Юденича. Заметим, что Деникин писал свои мемуары не сгоряча. В Париже, перебиваясь черствого багетного батона на плохенькое дешевое венцо, у него было время подумать и об истинной роли Верховного главнокомандующего императора Николая II в подготовке и проведении победоносной кампании 16-го года. И было время подумать о своей роли в государственном перевороте, который осуществил его близкий друг, крестьянский сын и генерал от инфантерии Михаил Васильевич Алексеев. Таково свойство человеческой натуры, что более всего человек склонен хулить того, кому он имел несчастье причинить зло. Мемуары Деникина, как человека, жившего на самом острие трагического русского перелома, читать безусловно надо, но делать выводы из них стоит, только сопоставив оценки сердитого Антона Ивановича со свидетельствами тех, чье имя не было запятнано черным пятном предательства. Мемуаристы политики идут дальше генерала Деникина. У Бучковых, Милюковых и Родзянок можно найти исполненные серьезности строки о том, что Николая Николаевича государь отлучил от руководства войной, если не по наущению Распутина, то уж во всяком случае по наискиванию императрицы, опасавшейся популярности великого князя в армии и в буржуазных либеральных кругах. Вот только при чтении ныне доступных дневников Александры Федоровны подобного впечатления не создается. В реальности история с назначением и снятием великого князя протекала с точностью до наоборот. Следует отметить, что у России к ее счастью не было Конституции, сжимающей своим прокрустовым ложи живое течение народной жизни. Но Россия, в отличие от некоторых современных государств, где мешающая жить Конституции является священной коровой, Россия была правовым государством. Согласно своду законов Российской империи, именно государь являлся верховным военным вождем армии и флота. Сегодня документально подтверждено, что в роковом августе 14-го года, хорошо сознавая масштабы военного испытания, выпавшего на долю России, император желал лично возглавить вооруженные силы своей державы. Но было одно но, и этим но была русская оппозиционная буржуазия. Рассчитывая на победоносную войну, а следовательно и на будущую неизбежную популярность того, кто приведет русские полки к победе, думские разрушители желали выпистывать из числа членов дома Романовых человека, пользуясь амбициями которого можно было бы осуществить смену правящего монарха. Из эпохи дворцовых переворотов 18-го столетия хорошо известно, что поставленный олигархами монарх делается послушной игрушкой в руках приведших его к власти заговорщиков. Николай Николаевич, сделавшись Николаем Третьим, должен был послужить инструментом крайнего ограничения царской власти. Осуждая императора Николая Александровича за некую слабость, якобы проявленную в последние годы царствования, наши современники ставят ему вину, что вот именно она, эта слабость и привела к кровавому насилию октября 17-го. Россия была правовым государством и ограничение насилия характер законодательный. На пороге войны противостояние с Думой в вопросе выбора верховного командующего фактически вело к государственному перевороту. С одной стороны, это была и дорога к широкой конфронтации власти и всех без изъятия интеллектуальных слоев общества, почти поголовно зараженных жаждой личного участия в управлении государством. Перед лицом внешнего вторжения, государь не мог пойти на фактический раскол общества. Опыт японской войны, проигранный исключительно по милости жаждавшего революционных потрясений общества, был страшным прецедентом. Он слишком хорошо знал цену единения нации перед лицом грозного врага. Вступление в верховное командование в августе 14-го это невольное предвкушение победы. Как не сильно германское оружие, но слишком высокий потенциал заложен в военном союзе по имени Антанта. В августе 15-го после горлицкой катастрофы и оставления Польши принятие бремени верховного управления есть акт высочайшего гражданского мужества и духовной силы. В славном 12-м году при вторжении всеевропейских полчищ император Александр на подобное не решился, сложив ответственность на плечи Михаила Иларионовича Кутузова. Вопреки устойчивому мифу о неспособности последнего русского царя к управлению страной и войсками, кампания 16-го года, осуществленная под его водительством, была победоносной. Преодолев последствия военной катастрофы 15-го года, император привел страну и армию к порогу победы. Но именно это и не устраивало оппозиционную русскую буржуазию. Успешно завершив на Восточном фронте летнюю кампанию 15-го года, германское командование было уверено, что с русской армией покончено навсегда. Вместе с тем большой генеральный штаб и его руководитель генерал пехоты фон Фалькенгайн хорошо понимали, что дальнейшее продвижение вглубь России, учитывая ее бездорожье и бескрайние просторы, невозможно без переброски новых дивизий, задействованных на Западном фронте. Напомним, что там, на Западе, немецкие армии по-прежнему стояли в 150 километрах от французской открывали здесь широкие возможности как для маневра живой силой, так и для бесперебойного снабжения войск. Учитывая эти факторы, Фалькенгайн принял решение прекратить активные действия на Востоке и нанести главный удар кампании 16-го года во Франции. Как выяснилось чуть позже, немецкие стратеги слишком рано списали со счетов военную мощь Российской империи. Весенне-летней кампании 16-го года русская армия буквально воскресшая из пепла обрушила на германо-австрийские дивизии целый ряд весьма эффективных ударов. Самым значительным из которых было летнее наступление Юго-Западного фронта, вошедшее в учебники военной истории под именем Брусиловского прорыва. Существует устойчивое мнение, что на протяжении войны союзники практически не оказывали помощь России, тогда как русское командование испытывая патологическую любовь к западной цивилизации неустанно отправляло русских солдат на заклание во имя бессмысленного исполнения союзнического долга. И уж конечно главным старателем о франко-английских интересах был верховный главнокомандующий император Николай Александрович. Что касается эгоизма союзников, то изрядная доля исторической правды в этих утверждениях присутствует. Что касается России, то исторические реалии выглядели не совсем так, как мы привыкли о них думать. Вопреки распространенному мнению, даже в трагической кампании 15-го года русская армия получила весьма серьезную военную помощь извне. Правда, совсем не о тех, на кого, казалось бы, могла рассчитывать. 23 мая 1915 года итальянское королевство, прежде имевшее тесные отношения с центральными державами, вступило в войну на стороне Антанты. Это было существенным успехом русской и английской дипломатии. Образовался новый итальянский театр боевых действий. 870-тысячная итальянская армия, имевшая на вооружении полторы тысячи полевых и двести тяжелых орудий, оттянула на себя с галицийского и сербского направлений 20 австро-венгерских дивизий и 155 артиллерийских батарей. Несмотря на свою численность, итальянская армия в силу этно-психологических особенностей, серьезным противником для австро-германцев не являлось. Не такие уж большие силы австрийцев стали на пути итальянских дивизий в Кадорских Альпах и в Трантино. Но следует признать, что воевать итальянцам пришлось в нелегких условиях альпийских гор, где сама природа ограничивала количество войск, способных вступить в соприкосновение с противником. В летнюю кампанию 15-го года итальянцы провели четыре одинаково безуспешных наступления в долине реки Изонса. Тем не менее, эти атаки, в которых, не продвинувшись ни на метр вперед, полегла кадровая итальянская армия, обеспечили положение русских войск в Галиции. Итальянское наступление было единственной реальной помощью русским войскам, которая выявилась в снятии русского фронта первоначально двух, а потом в течение всего летнего периода кампании еще восьми, десяти австрийских дивизий. За Анчковский. Мировая война 1914-15 годов. Главной претензией, которую предъявляют союзникам русские мемуаристы, участники Великой войны, равно вслед за ними и современные советские и постсоветские русские и русскоязычные историки, является нежелание представить достаточную военно-техническую помощь, вроде того, соглашения, что в годы Второй мировой войны осуществлялось под общим именем Ленд-Лиза. С одной стороны, это сущая правда, и отсюда напрашивается вывод, что православная Российская империя, никому в Европе не угрожавшая, была для наших европейских друзей политическим субъектом, куда более нежелательным, нежели Сталинский Советский Союз. Но есть и некое объективное обстоятельство, частично снимающее вину с наших малоблагодарных союзников. За столетия до Великой войны весьма сведущий военный эксперт император Наполеон говаривал, что для войны крайне необходимы три первоочередных вещи. Деньги, деньги и деньги. Главнокомандующий генерал Жофр мог быть каким угодно циником и русофобом. Французские политики могли до боли в сердце не желать послевоенного водворения Святого Креста на поруганную турками Софию Константинопольскую. Но они были жесткими реалистами и прагматиками. А реальностью были железные дивизии германского кайзера в 150 километрах от их собственной столицы. В 1915 году главным препятствием на пути немцев к Парижу были не франко-английские окопы, но русская пехота, шаг за шагом отступавшая из Польши и Галиции. Французы это прекрасно понимали, еще они хорошо знали, что единственная помощь, в которой реально нуждается русская армия, состоит в своевременной поставке 10 или 12 миллионов снарядов. Этого количества вполне хватило бы для прокормления оголодавших русских трехдюймовок. Этого вполне хватило бы и для своевременной заделки горлицкой бреши и для спасения Польши. В килограммах вопрос весил не так уж много. Унитарный патрон для трехдюймового орудия весит 10 килограммов. 10 миллионов зарядов, не считая тары, имеют вес 100 тысяч тонн. Для доставки такого количества огнеприпасов в Архангельск потребовалось бы не более 25 парохода рейсов. Ответ на вопрос, кто саботировал поставки военного снаряжения в Россию, следует искать не в кулуарах французских министерств, и тем более не в цехах оборонных заводов прекрасной Франции, которым такое количество дополнительных заказов было вполне по силам. Ответ лежит в плоскости, указанной Наполеоном триады. Деньги, деньги и деньги. Несмотря на официальный запрет финансировать войну за океаном, американские банки, уже в ту эпоху представлявшие из себя транснациональные корпорации, легко нашли обходные тропы, ведущие к военным сверхдоходам. На американские деньги производили оружие и германские заводы Крупа, и британский Виккерс, и французский Шнейдер-Крызо. В 1913 году президент Уильсон подписал закон о Федеральной резервной системе, передав 12-ти частным банкам суверенное право государства печатать деньги. Впервые в истории ничего не стоящая бумага, издаваемая частными лицами, обретя государственную эгиду, пошла в обмен на реальное золото военных займов. Именно непосильный груз этих долгов приведет послевоенную Европу к экономическому кризису, а колониальной империи Британии и Франции к разрушению. Именно эти, политые человеческой кровью деньги, станут фундаментом сегодняшнего американского благополучия. К несчастью для России, распределением этих денег ведал человек, ненавидевший русское царство с искренностью религиозного фанатика. Этого человека звали Якоб Шиф. Единственное условие гигантских финансовых траншей звучало так. Ни одного снаряда для русских пушек, ни французский политический цинизм. Но злая воля именно этого человека обрекла десятки тысяч русских солдат на смерть под шквальным огнем германских пушек. Именно ему сотни тысяч польских евреев должны быть благодарны за тяготы голодных скитаний по дорогам горящей Польши. Тем не менее, несмотря на саботаж союзниками военных поставок, Фалькенгайн, как показали летние бои 16-го года, поторопился списать Россию со счетов. Впрочем, это была не единственная ошибка немецкого стратега. В истории германского оружия существуют две эпические по своему масштабу и накалу битвы за обладание одним единственным городом. Это Верден и Сталинград. Обе битвы носили столь ожесточенный характер, что побывавший там человек мог по праву сказать, что он наяву видел ад на земле. Но есть существенная разница между стратегическими замыслами Гитлера и Фалькенгайна. Бывший ефрейтор баварской пехоты совершенно правильно определил стратегический пункт, который мог изменить весь ход войны. Обладание Сталинградом не было актом престижа. Это был замок, запиравший движение по Волге, которое летом 1942 года по праву считалось главной ракадной магистралью Советского Союза. Если битва за Москву в ноябре 1941-го, как и в 812-м, была борьбой за моральное, за духовное преимущество, то в Сталинграде Гитлер решал ключевую стратегическую задачу. Прекращение подвоза бакинской нефти было равносильно одновременному уничтожению всей советской авиации и всех танковых войск. Оставляя за рамками сопоставления идеологию, то есть злодеяние нацистского режима, следует признать, что ефрейтор Гитлер обладал реальным стратегическим мышлением. А вот профессиональный штабной офицер генерал пехоты фон Фалькингайн из всей многоплановой стратегической премудрости помнил только одно звено уничтожение живой силы противника как главный фактор завоевания господства. Вот только в качестве батальоны Фалькингайн почему-то выбрал сильнейшую французскую крепость Верден. Первоклассная французская крепость в верхнем течении реки Моас в Лотарингии. Во время франко-прусской войны капитулировала после двухмесячной осады. Прошла двукратную модернизацию в конце 19-го и в десятых годах 20-го века перед началом Великой войны. Наряду с крепостями Туль, Эпиналь и Бельфор входила в систему крепостей прикрывавших франко-германскую границу. Конечно, в кампанию 1914 года немцы эффективно взламывали окруженные первоклассные бельгийские крепости. Но вот в кампанию 1915 года второразрядная русская крепость Осовец построена не по кольцевой схеме, но вытянутая в линию и прикрытая на флангах полевыми войсками оказалась для немцев неодолимым препятствием. Если Осовец являлся только прообразом будущих укрепрайонов вроде знаменитых линий Можино и Манергейма, то Верден с 1915 года являлся именно укрепленным районом с фронтом протяженностью в 120 километров. Как Фалькингайн собирался перемалывать французскую пехоту, штурмуя французский укрепленный район, в самом сильном его месте навсегда остается загадкой, если не для военных историков, то уж во всяком случае для военной медицины. Интересно, что и кайзер Вильгельм безоговорочно поверил в сомнительную затею Фалькингайна. 21 февраля в 7 часов 15 минут немецкая артиллерия начала огневую подготовку. Французский исследователь Гаскуэн в своем капитальном труде «Эволюция артиллерии во время мировой войны» свидетельствует, что никогда германцы не применяли таких больших калибров, такого большого количества тяжелых мортир и гаубиц, как в битве за Верден. В 16 часов 15 минут после 9-часовой канонады в атаку поднялись цепи германской пехоты. Начав штурм в традиционных боевых порядках, носивших название «Волна цепей», немецкие солдаты под жутким свинцовым ливнем французских пулеметов, а равные по мере удаления от собственных высоких штабов, стихийно перешли к методике боя в составе так называемых такое предельное жестокое оружие, как огнемет. Но это было не единственным военным новшеством. В небе Вердена немецкая авиация впервые в военной истории выступила не как вспомогательный вид оружия, но как самостоятельная боевая сила, способная самостоятельно провести операцию в интересах наземных войск. Массированное применение бомбардировщиков позволило полностью парализовать железнодорожное снабжение французского укрепленного района. Имея опыт массовой переброски войск парижскими таксомоторами во время боев на Марне в сентябре 14-го, французы организовали бесперебойное снабжение войск автомобильным транспортом. 65-километровое шоссе Бар-де-Люк Верден получило название «Священного пути» или «Дороги в рай». Доставку военных грузов и продовольствия обеспечили 4000 грузовых автомобилей, сведенные в 175 автомобильных взводов. Только в период с 27 февраля по 6 марта ими было перевезено 190 тысяч солдат, 23 тысячи тонн огнеприпасов и 2500 тонн других грузов. Исходя из общего числа погибших, Вторая мировая война считается самым жестоким военным испытанием в истории человечества. Как известно, наибольшие людские потери понесли Советский Союз и Германия. Но и там, и там две трети жертв приходится на долю гражданского населения, трагедия которого безмерна. Но никогда, ни до, ни после Вердена полевые войска не несли столь громадных потерь на столь малом участке фронта. Потому что ни до, ни после военной истории человечества не знало такой концентрации людей и сверхтяжелых пушек на ограниченном пространстве. Только в полосе наступления 18-го немецкого корпуса, определенной в 2,5 километра, шли в бой не менее 50 тысяч солдат. При этом на 1 километр фронта приходилось 110 орудий, среди которых 36 тяжелых и 20 сверхтяжелых пушек. Сверхтяжелыми считались морские пушки калибром 380 миллиметров. Снаряд этих монстров весил до 800 килограммов и пролетал до 38 километров. А были еще и 420 миллиметровые гаубицы, тысячекилограммовые снаряды которых поражали цели в радиусе 14 километров. Не считая иных поражающих факторов, только воронка от взрыва даже в мягком грунте достигала 50 метров. И все эти пушки снаряды отнюдь не экономили. Времени тоже не жалели. Незначительную хотя и ключевую в тактическом отношении высоту 304 штурмовали два месяца и взяли только в середине мая. При этом немецкую пехоту поддерживало до 100 тяжелых батарей. Другую ключевую позицию Форт Воу штурмовали по 7 июня включительно. При этом в течение последних пяти дней на полукилометровый участок позиции форта ежедневно ложилось не менее 150 тысяч снарядов всех калибров. Заметим, что против всего Севастопольского оборонительного района одновременно действовало не более десятка сверхтяжелых орудий. И орудия эти отливались и вытачивались не при Гитлере, а достались ему как наследие чудовищной огневой мощи имперской армии кайзера Вильгельма. Упорство Фолькингайна ограничилось маниакальностью Верден Верденская мясорубка не прекратила свою бессмысленную работу даже тогда, когда 1 июля на Сомме в 300 километрах к северо-западу от Вердена англо-французские войска двинулись в решительное наступление. В ходе боев за Верден продолжавшихся с 21 февраля по 18 декабря 1916 года на узкой полоске фронта колебавшейся от 10 до 30 километров общие потери сторон достигли 1 миллиона человек. Через огонь Вердена прошли 65 французских дивизий из 95 имевшихся в наличии. С немецкой стороны 50 из 125 при этом потери в дивизиях колебались от 70 до 100 процентов личного состава. Боев такой интенсивности на Восточном фронте не было никогда. Впрочем, начавшиеся 1 июля сражения на Сомме по количеству пролитой крови вскоре превзошло трагедию Вердена. Артиллерийская подготовка на Сомме продолжалась 7 дней и 7 ночей. Не умолкая ни на минуту тяжелая и сверхтяжелая английская артиллерия превращала немецкие позиции в некое подобие лунного ландшафта. Тяжелая артиллерия не только по весу залпа, но и по количеству стволов превысила число полевых орудий. В зоне прорыва на одно полевое орудие приходилось 34 метра фронта, тогда как на тяжелое орудие приходилось 28 метров. Но кроме этого, в полосе прорыва на 120 метров имелось одно длинноствольное сверхтяжелое орудие особой мощности. 15 сентября атаку пехоты впервые поддержали танки. По вполне понятным причинам германская пехота не имела не только противотанковых пушек, но даже и такого сомнительного средства борьбы с бронетехникой как коктейль Молотова. Ад на Сомме полыхал с 1 июля по 18 ноября 1916 года. За 4,5 месяца на участке фронтов 40 километров потери обеих сторон составили 1 миллион 300 тысяч человек. Превзойдя по кровопролитию длившиеся 9 месяцев Верденское сражение, операция на Сомме закончилась крайне сомнительным результатом. После всех усилий войска союзников продвинулись вглубь германских позиций не более чем на 10 километров. Все это время, пока на западном фронте противостоящие армии обоюдно истекали кровью, отдавая сотни тысяч жизней за продвижение на 5 или 10 километров вглубь чужих позиций, на фронте восточном, шла совсем иная жизнь. Перенося направление главного удара на запад, германское командование было вполне уверено в том, что русская армия как реальная военная сила перестала существовать. Тем не менее, в январе 16-го года Николай Юденич в ходе Эрзерумской операции вторично разбил турок, а в апреле при поддержке флота и морского десанта войсками Кавказского фронта был занят стратегически важный порт Трапезунд. Во второй половине марта в Прибалтике, несмотря на жестокую весеннюю распутицу, войска северного генерал Куропаткин и западного генерал Эверт фронтов осуществили наступательные операции в районе Двинска и у озера Нарч. Бои носили ожесточенный характер. На некоторых участках немцы были оттеснены на 2-3 километра. Всеми овладело напряженное беспокойство о дальнейшем. Так писал Людендорф в мемуарной книге «Мои воспоминания о войне 1914-18 годов», признавая, что положение немецких войск в полосе русского наступления было критическим и атаки русской пехоты отражались с большим трудом. Русское наступление оказалось непродолжительным и вскоре было остановлено по причине все той же распутиться. И современники, а вслед за ними нынешние следователи привычно ставят этот факт в вину русскому верховному командованию. На этот эпизод русской военной истории стоит взглянуть непредвзято. Во-первых, продвижение на 2-3 километра в скоротечных боях определенно лучше 10-километровой подвижки после четырехмесячной битвы на Сонне. Во-вторых, задача русских войск состояла не в отнятии врага безымянных лесов, болот и пустошей, не имевших не то что стратегического, но даже оперативного и тактического значения. Задачей русского наступления было недопущение переброски немецких дивизий с Восточного фронта под Верден. Эта задача была выполнена в достаточной мере. В-третьих, только сочетание распутицы и бездорожья позволяли русской армии, практически не имевшей тяжелой артиллерии, эффективно действовать против войск Гинденбурга. Русский царь вовсе не был ослеплен мифологемой союзнического долга. Он должен был помочь Франции, потому что военная катастрофа на Западе спустя 2-3 месяца непременно закончилась бы поражением и гибелью его собственных войск. И он оказал эту помощь. Ни одна немецкая дивизия не покинула своих окопов на Восточном фронте. Но при этом он берег жизни тысяч своих солдат, сделав так, что ни одна немецкая дивизия не покинула своих позиций на Западе. Стратегия как высший раздел полководческого искусства несколько сродни дипломатии. Это искусство возможного. Россия находилась в серьезной зависимости от союзников в области поставок военного снаряжения, а союзники взамен требовали лобового удара именно по германским позициям, что для русской армии при почти полном отсутствии тяжелого вооружения было физически невозможно. Но у центрального блока было слабое звено Австрийская империя. Удар по Австрии был единственной серьезной целью русских войск в кампании 16-го года. Император Николай Александрович был куда лучшим стратегом, нежели это представлялось современником или видится сегодняшним ученым-историком. Топтание в болотах на Нарочи и под Двинском, а позднее и в болотах под Барановичами, было отвлекающим действием как для немцев, так и для вероломных союзников. Зато, когда 4 июня на якобы вспомогательном галицийском направлении перешел в наступление Юго-Западный фронт генерала от кавалерии Брусилова, результаты были совсем иные. В период с 4 июня по 31 августа в ходе трехэтапной наступательной операции войска Юго-Западного фронта продвинулись на 30-50 километров при ширине полосы наступления в 400 километров. Людские потери австрийцев доходили до полутора миллионов штыков и сабель. Только пленными взято 8 924 офицера и более 408 тысяч нижних чинов. Захвачено 581 орудие, 1795 пулеметов, 448 минометов и бомбометов. Русские потери не превышали 400 тысяч человек. Обманув союзников в отношении направления главного удара, русский верховный главнокомандующий император Николай II свой союзнический долг, тем не менее, исполнил до конца. Только с французского фронта в помощь австрийцам было снято 11 германских пехотных дивизий. Россия исполна отлатила Италии, заставив австрийцев свернуть успешное наступление в Тринцинских Альпах. По результатам летних боев 16-го года кампания года 1917-го обещала стать победной. Кавказский фронт совместно с Черноморским флотом готовил десантную операцию против Константинополя, а войскам Юго-Западного фронта поминование Тимы надлежало овладеть Карпатскими перевалами и спуститься в Венгерскую долину, главную житницу германского блока. Но этот победоносный сценарий не устраивал ни наших вероломных союзников, ни нашу собственную буржуазию. германского 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 Продолжение следует...